подготавься ирнатикович ну че можно уже начинать да ну посмотрите как вам видно меня нет пока вас не видно посмотри какая оказия ничего не помогло значит еще раз гляну сейчас посмотрим почему чего тут не хватает мы все сделали как загрузка кончилась ну ладно давайте так вы с ярославля да 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 я с ярославля сколько лет мне двадцать полных лет в октябре будет 21 год так мне 76 год да я вас много наслышим начитан теперь вы знаете что у нас все записывается в интернет выставляется вы не против нет я наоборот за потому что будут люди многих ну смотря нашу беседу будут находить но ответы хорошо пожалуйста хорошо даже в общем я первый первый вопрос сложился это рождение свыше просто действительно понятие такое очень немаловажное в жизни православного христианина и и о нем очень мало говорят православные священнослужители я вот хотел бы как бы чтобы вы конкретизировали ну поэтапно как оно происходит рождение свыше вот не могли бы еще раз повторить как бы конкретно ну поэтапно рождение свыше встречается один раз третьей главе евангелия от иоанна мы можем исходить отсюда кто не родится нет ранее родится от воды и духа воду толкует по разному здесь речь это крещение буквальном крещение в воде в полное троекратное погружение это третья часть рождения свыше первое это капитуляция признание себя не просто я грешен и многогрешен а погибший и окончательно я умру и пойду в ад и в ад пойду навеки вот на этом надо закрепиться так учит святой пимен великий с именем великий встречается за две тысячи лет так василий великий только 17 человек так что пренебрегать им мы просто запросто не можем значит первое признать себя грешником это включает себя следующее что надеяться мнение на что и лучше я не стану а это в самой природе моей в это включается что я должен поверить грехопадение адама по сотворению по святой библии и все как мы идем и кроме того я сам ну и надеяться что бог меня простит ради чего то там мы то что я милостью творю основание даже иметь второй пункт основание выход в первый случай это кремлинам 6 глава 23 сих возмездия за грех смерть вот вы записываете это первое это первое счет 23 до кримина я что могу вам сейчас показывать это чтобы вы знали первое коренция 1522 второе место водами все умирают это надо людям православные этого не знают то есть они вообще понятия не имеют никакой грешник многогрешник пошла к батюшке он просчитает что-то фартуками накроет это так у так учат и они так и понимают это неправильно мы погибшие и мы смертники вот выступает патриарх алексей 2 и на огромными буквами заголовок в газете центральной наша задача реставрировать человека я думаю не верующий совсем нельзя его реставрировать он мертвец сын мой был мертвый ожил который вернулся блудный сын и отец отец дает характеристику его положение сын мой был мертвым но давайте реставрировать мертвец а ну и мы можем конечно как в америке за деньги накачать какое-то место улица улыбку даже сделать ну накачать это все может сделать ты но это труп его нельзя реставрировать в водами все умирает и вот человека нужно довести до апогея отчаяния чтобы он уже не надеялся не на людей не на баранов не курбан байрам его никакой не спасет никакой кришна никто не поможет никто и никогда и никакой святой библии говорится что они ответят каждый только сам за себя у нас библии не накратно говорится то есть получается самого начала изначально уже неправильный неправильный подход то есть получается все остальные силы которые последствии при неправильном крещении уже без напрасные получают всего напрасно совершенно абсолютно не не неправильно смотрите иеремия 15 1 записывайте так иеремия 15 1 и сказал мне господь господь сказал а то не серафим не и анкро штатский то хотя бы предстали перед лицом мое моисей и самуил душа моя не преклонится к народу сему от за отгони их от лица моего пусть они отойдут то есть никакие ходатай этим ходатай помочь не могут они сами мертвецы даже самые великие почитаемые в израильском народе моисей и самуил не помогут но надо понимать не кронштадтский не матрона никто не поможет все остальное ниже вот мы человека когда рассказываем ему его православную очень трудно на это настроить я грудь на вторую ступеньку попробуй посмотри тебе залезти на нее нельзя второе возьмите за грех смерть и ты должен быть в аду ну а почему писание говорит так ну а бог прощает вот второе нужно учить что бог никому и ничего не прощает за так то есть крестные страдания христа искупили нас кто-то кто бы взял мой грех на себя вот это у православных тоже нет она идет батюшки с дает ему грехи кош сырье говорит дальше он эти шкуры будет выделывать как-то быков ободрали когда примерно так я вас не это видел не получится возмездие за грех смерть если это смерть то значит большее свойство надо узнать а бог может просить да не может потому что смерть он может бог только сделать смерть больше ничего не может почему за грех смерть еще непонятно то здесь ну а как тогда ну кто-то должен умереть за грех а кто умрет когда все грешники то и для этого то вот у божий план спасения заключается вторая часть рождения свыше очень душа начинает стремиться значит мертвая умерла мое рождение материнское нет утробе матери не войти теперь я желаю родиться путь указан христом я должен принять христа как своего спасителя не просто спасителя как говорят сектанты личного спасителя за это цепляется православное откуда взяли личного от иоанна златоустого они этого не знают он говорит все что ты считаешь священной в истории в святой библии применяй к себе он умер за всех а ты добавь за меня он воскрес на оправдание всех воскрес то это отвечаю он воскрес для моего оправдания вот это сердце наполнится в вечной благодарностью это он сделал это мой пришел спаситель божий сын я к ногам его пронзенном раскаяния иду грех мой кровью причисто смыть молю да смыть молю мне пришлось однажды ну быть у одного благочинного красноярского края это бурдин отец александр благочинный с красным диплом академию окончишь и там вообще три брата все священники и вот он попал как-то по моей просьбы там отнести книгу надо было к пятидесятникам вот тогда харизматов не было и он у них там по было они молились в это время он вернулся когда он уже на разных разных приходах был то мы сейчас там с хи какой-то в греции я приехал к нему уже через неделю все еще такие не может ой 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 как они молятся я никогда не видал что так молились он это огонь но действительно очень ревно статья среди них я уверовал во христа там не библию дали веру по евангелию я никогда не было пятьдесятникам ни одной секунды там же был и крестился рукой и прочее вот второе это принять его своим спасителем сказать ему что войди мою жизнь господи преобрази меня я принимаю тебя ты стоишь у двери стучишь я открыл тебе дверь и войди мое сердце войди в мою комнату мы храм бога живого вот тогда у тебя будет такая любовь которой будут все удивляться и молодые старые откуда у тебя это от христа это в духе святом это отдал мне ну и третье завершающее рождение в водах как младенец в воде и так господь установил не песком как батюшки безумствует песком слюнями есть называют слюнявые песочники да это я слышал в воде кратным полным погружением и то что они сейчас портащат губят людей это выкидыши абортированные потому что апостольское правило 50-е говорит если он крест не в три погружения объединить а тут даже единого нету нигде да будет извержен то есть выброшен он никто никакой не благодати ничего у него не будет он извержен сам с него снимается навсегда а сегодня таких 90 с лишним процентов сейчас крестить надо и патриарха епископов да как не надо рассуждать я рассуждаю по библии по канонам я православный мне не надо думать зачем думать когда уже на вселенские собора собиралась 200 тысячи епископов они обдумали чего умничать то прелесть прелесть вот прелесть и находится сегодня вся православная церковь патриархийная московского патриархата это прелесть они сопрели в этом и обвиняют меня или кого-то почему как у достоевского написано хочешь сильнее кого-то укорить упрекай его собственными грехами ты блудник называй его блудником ты ворюгу называю вором то ему будет обидно а мне не обидно я ни в какой прелести не нахожусь должности нет никакой себя не возношу ссылаюсь на священное писание на каноны но вот вы сейчас слышишь тебе сказал верь мне я могу не быть словами кирилла русалимского если слова мои не сходятся с библией не верьте и мне я не слишком быстро говорю нет нет я просто все хорошо ловлю и тороплюсь быстрее сказать буду помедлен это после еще ряд вопроса много поэтому то есть это второй этап до да и третий этап рождены все крещение в 1 1 признание себя грешником второе принятие христа своим спасителем и третье руками законно рукоположено священника незапрещенного креститься они ссылаются на дедахи дедахи вот говорит так это 12 апостолов дедахи во первых это апокриф его обнаружит 18 веке только они относятся к этим книгам то они находят где-то для себя оправдания как лев толстой он обязательно нашел юлиса одного который толкует иначе этого француза берет отвергают всех святых отцов то я знаю эту логику никакого отношения дедаха не имеет но допустим они забыли христа на дедаха у них я спрашиваю что там написано передо мной лежит крестить в проточной воде то есть протекающая как у нас второе если такое нет укресить стоящей воде то есть в озере в байкале третье если этого нет в большом сосуде то есть в аптестере если этого нет там холодной теплой тогда трижды возлей на него воду это четвертое уже четвертое как то есть его надо раздеть и минимум три ведра вылить на него но сегодня этого даже ничего нету даже по дедахи то они никто его мокрая ладошкой то мы все и полудо ладошкой мозги по стенке так что вот thank me вот у меня такой вопрос лично клам как бы я открещен узнаю от родителей что я крещен именно не полной погружении все остальные мои братьев полное погружении ну вопрос лично меня касается моих они полное погружение просто на тазиком там что-то вот верили на голову там или облили как-то вот так вот ну непонятно что так и в общем обливанец, короче говоря. Как вот мне быть лично? Просто я... Принять крещение? Как? Очень просто? Как? Просто именно... Понимаете, вопрос в том, что я уже как бы с детства в храме, то есть я с четырех лет там, ну, на молитве там с родителями, в богослужении, в причащении, то есть, если получается как бы и не крещен, то, я не знаю, это в осуждение мне идет или не в осуждение? В осуждение. Когда вы узнали? Вот до сегодняшнего дня. Ну, просто я вот узнал... Сегодняшнего дня, я поясняю вам. Это написано в житиях святых. Ребенка пришестили еврейского, а он не крещеный. Что делать? Ну, вот это вы такой. Ничего не делать, говорит. Готовьте его катехизируйте, крестите и все дальше. К нам приезжают священники, иеромонахи. Они принимают крещение, возвращаются домой и продолжают служить. А остальное тебе не надо. Как Бог принимает? Все на Божий суд. Но с того момента, как ты услышал, что это недействительно, уже не причащайся. Готовься к крещению. Это совет определенный. Иначе какое тебе? Ты ничего не понял. Зацепился и стоишь на одном месте. Да, мне эти слова действительно задели, когда я впервые наткнулся на ваше видео. Потому что я перед этим еще многих людей спросил, которые знают историю церкви или катехизации. Просто спросил относительно касательно меня, который вопрос касается. Они мне сказали, говорит, что тут не важно, как ты обливанец, не обливанец. Главное, что ты крещен во имя Святой Троицы. Скажите, пусть они определяют где-то. Пусть покажут. То, чтобы полное погружение, 136 свидетельств. Я вам материал могу сказать. На пальцах посмотри. 136. А у них ни одного. Златоуст, говорит, приходят судиться. Один представляет купчую, дарственную, за землю судятся. А у другого ничего нет. У кому судья присудит эту землю? Что тут непонятно-то? Они жулики, мошенники. А почему? Потому что они должны быть извергнуты. И поэтому у них ни страха, ничего нету теперь. Благодать покинула на их. И поэтому слова такие злостные они говорят. Они клевещут на святых отцов, на всех. Вот смотрите. Патриархия признает законной церковь старобрядческую, белокринецкую иерархию. Ну, все. Потому что те по-старому, старые клятвы сняли. Но приходящих от новообрядческих, от никоньян, старобрядцы всех доедино перекрещивают. Перекрещивают. Как будто никогда не крещены были. Так и есть. А они к ним относятся по-прежнему нормально к старобрядцам. Почему они ко мне претензии имеют? Почему к старобрядцам не имеют претензии, что они их брак переделывают? Голову поднимите повыше, чтобы у вас вверху большое пространство вот так. Повыше еще маленечко. Да-да-да. И еще повыше. И больше не склоняйтесь. Нет-нет, не так. У вас глазок не туда смотрит. Он что-то загоняет куда-то вниз. Просто я этот, не с компьютера, вот, я с телефона... Ну ладно, помните, что у вас сверху еще пустое пространство в рамке, а внизу ничего нету. Вот так. Ну вот ответ один. Мы никуда не зовем. Зовем ко Христу и к Его заповеди. Христос крестился где? В Иордане. А где Безьенона, где много воды. Даже Евнух и Филипп сошли в воду. Зачем это написано? В воду. Я не опустил. В воде сказано. Нигде ни там ни поливания, ни пешку. Ничего. Никто этого нету. В поливании ничего нету. Обливание, вот, раздеть и три раза возлить, только в трех моментах встречается, разрешается. Где? Клиник. Клиник. То есть раздавленный машиной, прикоснуться нельзя, позвоночник сломанный, тогда с него рубашку разрезают и вот на ладре прям три раза обливают. Второе. В тюрьме. Он уверовал, а нигде никакого сосуда нету. Но воды набрать можно его. Его три раза обливают. И третье. Церковь вела православная. В плену у татар в степи. Он уверовал, его могут казнить. Вот. В плену. Он не может никуда пойти. У степи. Вот и все. И под это подгонять, что ну так разрешено, разрешено. По нужде тебе говорят. Тебе говорят как? Вот у нас сейчас пост есть. Объявлен пост. Все. У нас никто не выпрашивает у батюшки. Можа нет молочи. У нас разрешено молочное только одному человеку. Почему? Ему там три месяца. Он грудь матери сосет. Ну а другой скажет. Ну он сосет. А почему мне нельзя? Златоуз говорит. То, что делает ребенок трехмесячный, тридцатилетнему мужу, это не пристало делать. Ну да, это реально. Люди матери. То есть они дурят. Мозги людям. У них страха никакого нет. Они говорят, скажи, ну хорошо, я должен тебе верить или верить святым отцам. Почему Кирилл Русалимский святой? Он говорит, скрываясь в воде, мы умираем. Выныривая из воды, мы рождаемся заново. Как ты выныривать можешь, когда на асфальте стоишь, на кафеле? Этого нет нигде. Повторяю. Старая Брятца за 350 лет, это несколько миллионов человек было. И ни одного человека, ни одного, кроме как полное погружение, ни одного. Дальше. Баптисты. Баптисты за 300 лет ни одного не крестили без погружения. Адвентисты за 200 лет ни одного не крестили. Иеговисты за 100 лет ни одного не крестили. Даже самые лютые еретики вся в полное погружение. Ничего не понятно. вот и весь сказ вот как вот например можно к вам не знаю там приехать или как вы задете в mail.ru в мой мир мой мир да я зарегистрировал друзья в мой мир зарегистрировал попросите друзья если не зависит я вам материал в доске договоримся когда приезжает 12 июля у нас крещение и вы что с собой взять собой взять обязательно две простыни и на волочку мы в степи и поэтому трудно нам стирать а на чужое не положено чтобы свое было одеяло матраса у нас есть ну и если можете там шейте себе длинное белое как халат чтобы застегивался до самого почти пола в нем креститься будете я уже знаю вас и придется поручаться за вас и меня уже не подводите поручился бороду больше чтобы ни разу не трогали бритых у нас нет это не положено посмотри я вам ввожу как и следующий раз когда вы придете если у вас будет желание запомнить этот день в это же время через две недели у меня времени нет раньше я не смогу принять а чем ближе мы будем 12 июля мы будем уже говорить чаще и мой телефон я вам скину skype отдал я вас принял друзья вот здесь по skype если что-то срочное будет но вы запишите когда с трех ночи москвы до 17.00 по москве это можно ко мне сюда звонить а да то я вчера вам звонил случайно попал там ну не промежуток вашего это мы были в храме нас не было дома поэтому суббота другой график потому что вечернее длинное богослужение мы храме были не вы всегда вот именно в это время до стрелка по-нашему 440 ну и дальше уже после 17 а то что получается 5 6 у нас уже будет 9 часов почти тогда уже я один час даю только на встречу уже личное время ну и так хватит с трех до семнадцати что-то спрашивает 14 часов так на тихий вот еще второй вопрос у меня сейчас вы сами знаете что в сети вообще полная грязь творится то есть у меня вопрос о поливании патриарха грязи то есть о том что он там вот многие говорят что он садомит там садомогоморский митрополитом в общем прочую грязь там вот него поливают что вы на это скажете я скажу никогда не участвуй молись за патриарха делай то что я делаю то меня не касается я не видел много действительно грязи льют но что он нерожденные смысл я почти наверняка уверен он не знает он говорит как мирской человек он креста как попало у него крест сломанный это безблагодатный крест он руку куда-то под вышку сует у вас поперечный должен был крест с плеча на плечо перпендикулярной линии солба перенесли где у тебя пуп находится потом ткни правое плечо где соединяется с рукой левой плохо что вы меня не видите потом вы увидите то есть нельзя махать рукой как попало это абсолютно нельзя такого маханию бесы радуются бесы радуются таян затаус говорит а патриархи не говорить нигде плохо вот он там какие-то квартиры водкой торговать торгует он за это ответит я в комментариях писала сюда не судите не судим будете то есть как каждый сам себя ответит я вам ответил как мое отношение к патриарху если бы он приехал я его принял его по первому чину меня это не касается вот еще по поводу экуменизма то есть там совет всеобщих церквей там вот это вот что вы на это скажете смотря где и как вот он находится у папы римского и подходит под благословение и целует ему руку и там же алфеев и ларион вот как на митрополит как напустились на них скажите что они не так сделали а вот он подошел к папе а что папа папа глава у них как у нас патриарх первосвятитель церкви а католическая церковь она идет от апостольских времен до куни и ереси много у нас своих хватает да как служить вместе не разрешается пока не надо благословение почему не взять кто запретил брать благословение и нигде этого нет а это и куминизм нет это не и куминизм это никакого и куминизма слова такое кумина это собрание всего лишь только собрание духовное то есть другие например по местной этому такой общине с баптистой можно нет молиться я бы смотря где и как вот я пришел а баптисты садятся за стол и очень нас считают больше ничего нет и аминь так это моя молитва или не моя это моя молитва кто с ним молится я с ними или они со мной и к если бы они сказали сказали бы что нет духа святого или нет христа христос неравен богу отцу я конечно аминь не скажу аминь это у счастья аминь они то что рядом пророк или я был рядом с валами жильцами молился и он не участвовал с ними и кумины там не было он им голову отрубил у меня неоднократно было я нахожусь среди разных еретиков ну и что я нахожусь оттуда пришли люди сколько их пришло стали православными батюшками а ты замкнулся в себе ничего нету я приду и покажу души которые пришли от заблуждения к истины а что игру ты-то покажешь то надмивался как старовер дулся ничего нет кроме бороды до лестовки да и бороды порчены и на текущий вот еще такой вопрос о том как доказать вот не верующему человеку наличие существования бога то есть это не просто так что сказать на какой-то рассказ прочитать именно конкретные факты чтобы вы могли вот конкретно поэтапно рассказать вот чего бы вы начали конкретно доказать что на нашем форуме бываете да я бывал и просто говорите слова бог и там все подробно я работаю как миссионер 53 года это не день не два 50 с смотрите ну а вам не видно мои картинки то ну ладно вот вот на плечо показал руку но там один снимок делает что интересно и там вы найдете все в первую очередь всегда беседуйте начиная с псалма 13 и 52 первый стих запишите себе так псалом 13 и 52 все первые стихи вот сказал безумие сердце своем нет бога бога они развратились причина неверия то есть расслежившийся и мерзившийся в начинаниях не створяя благостынь не из до единого неливо разумеется делающий без окон и ну и так далее по-русски считайте по русски старайтесь все время по-русски второе 18 псалом небеса проповедуют славу божию о делах рук увещает твердь да это я знаю вот это им показать и кто все сотворил прекрасное невозможное кто это все сделал и но если вам нужно очень хорошо знать надо будет этот мир они вот еще так вопрос говорят что вот бога потрогать мне нельзя руками им говорю это же ведь блажен и чистые сердцем я какие бога узрит то есть надо быть буквально очищенным потому что это не ну это не человек это ведь дух бога у нас после доказательства ваши будут в силу того как вы верите и что знаете бывает так что дорога разговариваешь четыре человека у меня сразу прилепились поезде они не хотят никуда ехать со мной слазят вместе почему потому что мы разговаривали и разговаривали о всем как бог сотворил нужно знать природу зверей птиц растения и этими вопросами сказать само по себе это могло быть или нет а дарвин сказал дарвин ничего не говорил о переходе одного вида в другой у него этого даже в намеке не было почему между человеком и обезьяны промежуточная звена то нигде нету сегодняшний день австралопитеки а сегодня говорят эти кости на расстоянии пяти метров от разных зверей найдены были и слепили для дураков моя бабушка была не обезьяна она была хорошая христианка весь ответ будущий вопрос такой относительно этого же самого вопроса вот как быть например если человек спрашивает видишь сразу что он как бы спрашивать стоит цель о боге чтобы поглуметь поглумлиться например пока чувствовать сразу наотрез отказываться просто общаться с такими людьми до просто иногда так говорится если тебе мудрость дана можно осадить его сразу надо знать конечно существует определенные приемы что именно сказать и как шутку перевести как шутейное такое ирония должен обладать и ну просто надо на месте уже смотреть откуда вы знали как сказать у меня когда присутствует молодежь мы едем дорогой и они на ходу учатся а как вы могли этому сказать не знаю я молюсь и бог указывает бог указывает бог указывает я допустим я нахожусь на допросе на допросе в камере меня вызывают следователи там сидят кандидаты наук у меня задействовано было когда меня судили двенадцать кандидатов наук осудить я должен знать хорошо конституцию уголовный гражданский кодекс согласно какой статьи они начинают говорить так вы лучше раз знаете этот уголовный кодекс уже начинают они сразу заулыбались и все нет тут не пройдет другой пример то есть если ты знаешь и говоришь сознанием дела они тебя уважать будут вот мы находимся в турции на и вот четырнадцатом году ездили с благовестнической миссии 1650 километров по турции ну и получилась у нас большая задержка а там уже есть такие которые понимают русские где-то они таких лохов ловят там договариваться с начальством них не пропускает чтобы дали выкуп ну и начинает нам нужно заплатить 200 долларов а маленько погодя уже 300 долларов 500 потом уж полторы тысячи то есть и глядя дурят я говорю ни с кем не разговаривайте становимся на молитву мы подняли руки и стали молиться прям там же открыто нас видят тысячи людей но мы молимся на колени падаем я со слезами стал вздавать к богу а они-то эти меняются которые виду то говорят вот если зацепили их нельзя выпустить и новых которые пришли он проходит мимо этих нам не взять он уже решил этих нам не взять почему потому что мы ни на что не смотрим мы молимся она находится прямо против их полиции и полиция выходит на нас смотрят а мы молимся кланяемся православные православные другие спрашивать что нужно сделать одна подходит у вас проблемы я слова это не не употребляю ну я говорю такое дело но тут еще не сделаешь я понял это она одна из них только кругом обошла и придется заплатить ни копейки не заплатили нигде так они настали поддерживать начали поить копии я не взял ребята маленько выпили там чай и выпустили утром и начальник все пошли так мы потом подарки книгами я книги вез в библиотеке раздавал вот вот и все сила божия она показывает им так они нас как провожали то молодежь там какие надо того же это работает они улыбаются не знает куда нас посадить мусульмане они набожные и они увидели какие мы мои слова там никак не подействовали и мы там чуть не 24 часа стояли с поднятыми руками это для них был пример и сколько идут старые молодые останавливается все там потоком идут туда и обратно вот и все в каждом месте нужно знать какую тактику применить спасибо за ответ вот еще такой вопрос касательно библии то есть в библии сказано такие сказал господь такие слова то есть когда вкусите древо познания добра то есть плода тогда смерти умрете то есть когда они еще не согрешили получается бог уже заранее как бы преднамеренно сказал об этом то есть вот многие люди растолковывают о том что как бы у бога все спланировано заранее то есть и есть определенный вид людей то есть которые ну количество число людей которые однозначно не спасутся другие спасутся то есть как бы пред предрешенность какая-то существует я говорю это не так потому что бог каждому лично судьбу в его руки то есть от его дел будет его судьба зависит то есть судьбы нет слова судьбу забудьте судьба это не христианское слово говорит иоанн златоустов действительно так господь говорит иакова я возлюбил а исава возненавидел когда в утробе были на как так они еще не родились и тебе зачем говорить ты прими как бог сказал так вот уже предопределенно да предопределенно предопределенно на а если ему предопределенно он может спасись может но бог знает что не спасется иначе не было бы сказано придите ко мне все труждающиеся обремененные я успокою вас мотфея 11 28 то есть бог знает знает это говорится о знании божием иначе он бы не был богом если он еще до сотворения мира знал кто спасется конкретно сегодня будем с вами говорить у вас будут вот так вот висеть на проводах из ушей провода вот многие еще люди говорят что если бог знает кто спасется кто не спасется зачем тех людей которые не спасутся то есть давать им жизнь чтобы они эту временную искру прожили пропили то есть провеселились а потом там отвечали всю вечность и что вот на вот это вот сказать людям просто реально вопрос а то не к члену к богу пускай и задают вопрос так богу и поэтому никогда не отвечайте миссию бога не берите на себя скажи этот вопрос касается только божьего предопределения и вы к нему задавайте вопрос скажи вы не по адресу пришли и они поймут что вы знаете границы рассуждения почему написано я 130 30 целом я не входил великое и недосягаемое я с не смирял ли души моей как дитя те отнятого от груди мне тоже хотелось задать этот вопрос но я сказал этого делать нельзя благодарю тебя господи я сохранил себя ни разу не посягнул ни на один вопрос который церковь не рассматривает церковь никогда не отвечала откуда появилось зло откуда намек только дается намек один раз это говорит ян златоус да не будет и он говорит из но вновь уверовавших присвятера чтобы не подпал гордости с дьяволом отсюда намек делается что дьявол пал из-за гордости вот как а вот это вот соприкосновение дьявола то есть когда в раю с первым с людьми первыми ты зачем это как бы испытание было своего рода человеку чтобы он укоренился в добре да не просто ведь так делал бы я уж дать но затем крылась и другое свобода ну да то есть именно дьяволу дьяволу и как говорит тоже я ссылаюсь на яна златоуста вот когда дьявол к богу приходит вот предстает перед ним сейчас переходит а где это известно книга его первая глава между сынами божьими предстала сатана между сынами божьими и господь спрашивает где ты был он весь мир обошел а видел или раба моего его там филиппа видел но и как конечно ты окружил у него стада самый богатый а вот если все у него отнять будет он богославить у пожалуйста он дал ему у 10 детей он разрешил ему убил в один день детей всех бог дал ему эту власть но дальше что дальше получилось не то что он думал а зачем дал потому что сатана ропщик и говорит тот бог взял свободу от меня а вот дал бы мне да я бы такую революцию строил царя убил бы сделал бы все одинаково социализм коммунизм люди вот бы жили как господь говорит делай даю свободу а люди даже выбрать кого за коммунистов или за царя батюшку и наконец 72 года лопнуло все и ничего не и ангелы хлопают в ладоши ничего не получилось опять ничего не получилось понятно как то есть ангелы это рукоплещут ян златоус дьявол то просил и он дал ему россию он выпросил а в конце эксперимента ничего нет одни развалины перестройкой горбачев и все лопнуло дьявол не смог сделать людей счастливыми коммунизма не получилось мы даже так и понимать бог не отнимает свободу даже у дьявола здесь уважает свободу на сто процентов что именно человек чтобы человек свой выбор сделал да богу не нужны да никакие то есть вот эти вот роботы которые исполняли про надо чтобы повиновение было вот еще вот вопрос как касательно к этой теме то есть вот я смотрел видео и алексея ильича осипова профессора духовной академии о всеобщем спасении то есть он говорил о том что будет какое-то третье как бы второе крещение то есть крещение огнем людей то есть как бы своего рода чистилище я так понял получается что он это скажет не слушай он бритые в галстуке это говорит о том что он лживый христианин он плетет другой раз то профессор что можно спросить сколько ты душ перепортил нет этого нигде в писании а где это известно матфея 25 глава 36 стих записывай так что он врет врет нахально потому что ему за это нигде ничего не делает газа полбуд съездил бы как кто-то ему вот бы маленько опомнился не стал просто просто еще при лекции используют какие-то святых отцов там вплитает это он все лукавит я вас выжил очень много вот смотрите 25 глава матфея 46 стих и пойдут сии в муку вечную а праведники жизнь вечную все закончилось еще не понятно то то есть не надо ничего прибавлять от себя там и мыслить ничего подобного прибавлять можно можно я вам скажу где можно прибавлять давай записывать успевай записывать да да давай притча соломона притча 30 глава 5 стих и 6 не прибавляя к словам его божьим чтобы он не облечил тебя и ты не оказался лжецом осипов не прибавляй опять из игр всякое слово бога чисто он щит уповающим на него не прибавляй чтобы он не облечил тебя ты не оказался лжецом ну и что что я лжецом буду да ничего ты пойдешь туда куда не хотел идти вот давайте читаем откровение 21 глава так восьмой стих боязливых же и неверных и скверных и убийц и любодеев и щародеев и долл служить и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серый а то смерть вторая вот куда осипову место уготовано за то что он делает это писание говорит он прибавляет к словам божьим и бог обличит ты будешь лжецом а учиться лжецов вот она где он уже он уже притом вот он все там ужимки делает как это шут гороховый вот пускай по библии покажет вот мы откроем второзаконие если непонятно вот я научил вас постановлением и законом как повелел мне господь бог мой дабы вы так поступали в той земле в которой выступаете чтобы овладеть ею то есть правильно будет поступать будете овладевать и так храните и исполняйте их ибо в этом мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов которые услышав о всех сих постановлениях скажут только этот народ великий есть народ мудрый и разумный вот и все и поэтому прямо господь нам повелевает ничего нигде не добавлять не прибавлять и не убавлять и как он говорит 6 глава 6 стих тут же в этой второзаконии и да будут слова сии которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем сердце и внушай детям твоим и говори не сидя в доме твоем и идя дорога и ложась и вставая и навяжи их знак на руку твою да будет они повязка над глазами твоими то и напиши их на косяках дома твоего на воротах твоих еще непонятно но если это еще не понятно давайте иисуса на вина откроем первая глава первая глава 8 стих записывайте на не отходит сия книга закона от уст твоих но поучайся в ней день и ночь дабы в точности исполнить все что в ней написано тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно вот тогда мой освященный кое-что скажет даката ветхом завете ну правильно ветхом завете а в новом то построже написано галатом 1 глава 1 глава 8 9 стих но если бы мы даже мы даже мы апостолы или ангел с неба стал благовествовать вам не то что мы благовествовали вам да будет анафема как прежде сказали так и теперь еще говорю кто благовествует вам не то что вы приняли да будет анафема кого это панафема и осипова его всем ученикам он все добавляет он учит не по слову божию я прекрасно слышу его где и вижу он как как-то шутб с бубенщиками на сцене эквилибрист налево направо крутит ян-то усказал и никого в аде никого вами это образно гиперполическое выражение зато это не учил библия часто пользуется такими выражениями и святые перехватывают горы прыгали от радости горы никогда не прыгали и холмы как агнцы никогда этого не было это образ и они кричали так что земля проседалась на земля проседается когда атомная бомба только будет ну да это образный выражение но нельзя же таким глупым быть чтобы хранить понимание это гиперболическое выражение а он на незнание людей играет они ему доверяются ты ему вопрос задай почему он бреется 77 лет и он все еще скоблится в галстуке сидит масон окаянный не надо его бояться пусть они научат людей любить господа а кто не любит господа и марана фа вот главная задача потому что если этого нету любви господу 1 корейском 16 22 кто не любит господа иисуса христа анафима марана фа пусть он научит его любить а любить его может только тогда когда сам рожден он не рожденный свыше у него ни почем не видать от его проповеди не может душа сделать святою он говорит мертвые слова даже если писание считает я когда слушаю его я в это время молюсь и вижу не от духа святого у него это он просто по человеческой мысли говорит он заучил это и говорит и он угоден какая бы власть ни была при советской власти он профессор и сейчас профессор да при советской власти и студентов и семинаристов шею гнали которые мне подчиняются он может не одну сотню подписок сделал о подчинении советской власти он лукавит его некому разоблачать а есть же творение его к ну вернее как бы его издания которые действительно правдоподобные и сходятся по словам есть хорошие есть есть хорошие есть хорошие но вы меня спросили я по вопросу отвечает а если он говорит правильно не просто тому чтобы как бы всему надо с предостережением как бы относиться до чтобы сравнивать просто хватает через край он не понимает что для людей нужно дать спасение не просто уговорить а чтобы люди спаслись а вот допустим я вам читаю первое послание к тимофею четвертая глава 16 стих вникай в себя и в учение занимайся с ним постоянно ибо так поступая и себя спасешь и слушающих тебя он он нигде не привязывает к священному писанию людей у него этого нет даже а вот он вы слышите два слова скажет вы слышите и он сидит руки потирает потому почему он при должности при зарплате он нигде не обличит патриарха когда вагонами везли сюда цистернами спаивали народ почему ни разу не обречил андрея кураева лида это было нужно ли деньги за счет душ человеческих то есть умертели душа и строили храм то есть это храм предназначен никому не нужен этот храм они за не продавали здесь тысячи может тонн табака и в спирту и теперь они за святых хотят сойти и осипов знал это он нигде не тронет патриарх он лицемер он не пророк в нем нет пророческого духа он мертвый хотя я ему посылал свои материалы он и все одобрил вот интересное дело то есть свое не отверг да получается и ваши мои материалы нельзя отвергать мои материалы были в руках разных самых строгих архиереев и все до одного признали их нельзя говорит трогать материала это у нас был епископ тут ефтихий курочкин он был бы епископ домодедов как он называется когда домодедовский домодедовский у патриархи кирилла ну и тут приехал к нашему епископу с московской патриархии оба они и вот рассуждает и обо мне и тогда наш епископ говорит я у них игнать и у меня был 13 лет вам его обвинить вне православия никогда не удастся он сугубо православный это говорит епископ который со мной был и пил и ел 13 лет да вот тоже смотрел вот многие от вас обвиняют а как бы как таковых конкретных обвинений в ваш адрес как бы не находил там обвинение одно что им надо 40 киллеров чтобы они меня убили больше ничего не надо то есть как бы что-то возникает там даже вранье какое-то было что у вас жены нету я посмотрел думаю чё за бред думаю жена ведь езжу но я опорочусь назад и смотрю про кого они говорят если ничего нет они придумывают я знаю ничего в действительности не зачем они придумали то но я блудник они бы сейчас представили при любоде я пью сказали бы я ворую до ворую но если бы они со мной жили который обвиняет со мной они бы через месяц пота по тащали на моем рационе со мной вместе молиться потянули они были нет мою жизнь они-то хвалятся из-за того что ничего у них не было они в жизни еще не испытали я прошел огни и воды и медные трубы и благодарю бога их клевет было на меня до приезлиха но мне они не повредили не повредили они меня топили я уже все суд заканчивается я сижу варя арестованы отбываю срок они продолжают писать кляузы но ни одна не пошла на пользу им не одна вот как бог сделал понятно простой ответ если обвинение достаточно на меня они зачем бы придумали то где-то они что угодно хватают вот еще такое обвинение ваш адрес как бы прочитал там на форуме там против а где вот это было написано что вы принимаете только священников причащаться вашу общину то есть а мирских обычных то есть не принимаете на при резь московской патриархии это как-то не знаю как это обвинение а в чем она заключается ну как бы знаете типа вот батюшек принимают там обычных мирских с московской патриархии там не принимают думаю может связано с тем что они как бы ну не воцерковленные как бы как бы в какой-то степени они правы дело в чем что когда приезжает архиерей священники и они служат мы их уже не трогаем и они там и причащаются а студенты-то ну семинаристы то они миряне они не причащаются если бы причащались они бы причастились у нас таких не было чтобы с улицы пришли он с улицы пришел первый вопрос ты погруженный был или нет нет значит ты желаешь у нас быть пожалуйста но только готова к крещению после крещения будешь а если с московской патриархии приходят полное погружение в него было как положено все причащаются у нас они не договорились это я понял то есть касается именно неправильно духовного рождения не было священников мы принимаем и приняли даже священник сам без полного погружения мы их там не трогаем у нас в алтаре они причащаются это правильно они говорят они договаривают что миряне которые не погруженные и безбородые вот вы приедете с бородой принятое крещение скажи а я остаюсь московской патриархии ты так и остаешься в ней патриархии у нас ты причастишься экономической общине ведь есть поэтому как бы решать общение было наши дети привод когда было приехал наш архиерей и тут в соборе патриархийном наши все дети тут и причащались вот так и когда наш ну приезжает к нам архиерея со своими священниками они же в алтаре и все причащаются правильно мирян там и не бывает в алтаре а причащает только наших тут мы регулируем и не потому что он с московской патриархии а потому что он не соответствует званию христианина он не погруженный и он бритый бритых у нас никого нету это определенно это человек не достоин называться христианином земной иерусалим давить не запустила мы идем небесно очень просто и ясно бритву сегодня же уничтожь ее бритву не держи можно еще вопрос относительно того как вот вести общение вообще ну которые люди вообще не христианскую не христианского мировоззрения вообще то есть там матерятся сквернословят блудят то есть там совлекают на свою сторону таким людям заходи на наш форум и у меня там люди у меня своя наработка я миссионер они у меня разбиваются кажется так на 24 категории один говорит а я бога не верю а другой говорит да бог есть а кто знает какая воля он не верит что библия святая от бога книга третий говорит я пробовал ничего не получается третий да я привык жить в своих грехах матерюсь вот как с каждым беседовать у меня там все разобрано это огромный материал на форуме давать на форуме форм называется форума игнатия лапкина форум там 1600 тем и там вы зайдите на первую страницу и увидите с кем как беседовать в за в оглавлении в оглавлении и вы все это найдете на я не буду здесь время затращивать потому что эта тема я беседую так кому какое местописание дать его расширяет это я не придумаю нищего совершенно а надо говорить узнать как он живет меня это совершенно не касается я узнал теперь он говорит так но я не буду верить а почему меня бог должен в ад посылать вот там написано не верит вечное мучение и дальше графа какое местописание взять я открываю библию мне привить ему авторитет к святой библии и дальше у нас будет как положено идти святая библия мне нужно установить авторитет я это делаю дима тихо ночь можно еще вернуться к вопросу о крещении давай вот меня вот я как будут мимо ушей что пропустил то есть я так правильно понимаю то есть если священник даже был извернута например там и либо не канонически был рукоположен то есть например там ну то есть неправильно рукоположен был то есть какими-то грехами там или еще с чем-то то как бы крещение которые он совершал он как бы не действительно человек он еще нет он обманщик а у меня конкретно вопрос как бы к тому человеку то есть который он покрестил он является крещеным получается это надо разбирать конкретно так сказать нельзя за глаза это надо конкретно видит он обманщик понимаете он без всякой веры и оказалось у него вообще веры никакой нету потом он осознается на всем кощунствует и ты сам по себе почувствуешь ничего у тебя там и не было он говорит я рукоположен там то он не был рукоположен он никто сыган и ходил здесь людей крестил я столько лет был священником я его на вокзале сидели где-то его минут через десять расколол полностью он захохотал стал и говорит быстро вы меня раскусили я просто к тому что вы как-то говорили ну тоже какие-то были от вас диалог какой-то с одним человеком был и он говорил что священник который причащает но сам он не канонически там рукоположен еще прочих грехах то есть через него как бы бог совершает таинство то есть и получается относительно крещение тоже таинство действительно то есть как бы человек не в ответе за нет это сложнее сложнее вот вы сейчас так сказали что у меня в мыслях что он и не был рукоположен правильно доколе его не убрал архиере не запретил мы его признаем и все крещения из него действительно но когда явно что не рукоположен были обманщики вот сейчас мне пишут с одного города архиере не разобрался его рукоположил а в это время приходит милиция чуть не золотаря его вытащил арестовали его по всей стране искали он мошенник он жулик троеженец но ясно дело что это обманщик там ничего нету он просто жулик рогатый сатана влез в черную рясу у нее еще нету его прямо арестовали ту же милиция наручники надели потащили чё себе так это же не раз такое было ну скажем так было я могу называть всех что надо это просто не не полезно мне говорят вы так открыто все говорите адреса я могу назвать телефона и где это и что вот еще такой вопрос относительно одного видео выложено в ю тубе там какой-то ставленник бывшего митрополита диамида священник в красных ризах выступает и говорит что афонские старцы придали анафеме там все духовенство московской патриархии сначала перечисляет там кирилла там обвиняет патриарха кирилла обвиняет в смертных грехах и потом перечисляет его тоже грехи остальные там и отлучает как бы анафему читают вы смотрели это видео это нарушение каллических правил чтобы снять сан во первых надо вызвать анафеме так не предается вызывается на суд у него звание у патриарха епископ а на епископа чтобы его вызвать на суд должно быть не меньше 12 епископов а там три монаха косоглазых но еще там ничего нету это обман вот должны быть епископы непосредственно участвовать 12 епископов священника чтобы решить сана должно быть 6 епископов он его может запретить служение а сан снять не может для этого должны собраться именно 6 епископов его вызвать на собор ну и по патриарха 12 епископов его никуда не вызывали ничего нет а то дурят они монахи а их разберись они никто самозванцы какие-нибудь патриарх был остается патриархом они никого не могут отлучать еще просто дурью маются нам дано право не отлучать а прилучать чтобы люди познали христа я молюсь постоянно за патриарха чтобы бог епископом ему дал духовное рождение они нерожденные они этого не знают чтобы они спасли души свои я признаю благодатным вот еще такой вопрос как вот в человеке привить страх божий то есть ревность чтению там изучение священных книг то есть и прочие духовные добродетели как это привить то есть не первое право со страха божия да я понял со страха божия это притча соломона 17 так притча соломона 17 ну и дальше поисковик заряди и все выпишут про страх божий что ты должен ощутить что ты пойдешь в ад в гиенну это говорит игнатий бричанинов ты должен понять что ты погибший ни на что не надеется и и теперь начинаю бога просить духа святого за все исполними о благодати духа святого тогда бог услышит твои ночные и дневные молитвы ну вы вопрос задали я спрошу во сколько встаете ну я рано в шесть где-то в основном среднем поздно поздно постепенно перейдите на 4 40 объяснить почему 4 40 не могу и никто не объяснит но это именно та дата которую господь указал в 4 40 днем никогда не ложись даже буду больной операцию сделает тогда уж от тебя не за никогда не ложись вот я допустим 50 лет жена на меня ни разу не видела лежащим на спинку спир голову откинь там что-то под голову положи допустим ты с ночной пришел не ложись днем сидя ноги калачиком или как-то и закрой глаза немного 15-20 минут часа три поработай дома я 5 минут 15-20 это леонардо давиджи показал сон должен быть прерывистый и тогда тебе на сон потребуется не больше трех часов вот у меня например уходила на сон только два с половиной часа в сутки и поэтому я кое-что успел сделать жизни постепенно доходи сразу не ревися чтобы чтобы организм привык постепенно в пище вот сейчас допустим начинается великий пост уже рыбу разрешается во время великого поста в этот пост только наверное воскресенье один раз все растительное масло только в субботу воскресенье ну короче смотреть надо у нас там пост есть материал я его делал по большому уставу я работаю почти с архивами как русь жила до терялы капитальнейший под ним диссертации защищают вот допустим книгу у меня она не такая большая там 430 страниц всего я 40 лет собирал материал на нее 40 лет вам еще полжизни надо жить притом работал я не покладая рук не центр а тонной литературе перемолотил пока нашел нужное поэтому тот материал который я выставляю никем никогда не опровергнуть никогда и ни одному человеку поэтому они даже что-то придумать клеветы поносить и прочее да вот еще вот вопрос такой относительно порядка в церкви то есть вот которые указываете все недостатки когда действительно они большие и великие перед то есть перед глазами божьими то есть как вот вы видите картину то есть нормализации вот этих церковных порядков и всего очень церкви с чего начать вот как бы поэтапно если можете мы об этом рассуждали филипп приходили в храм стояли наши священники и смотрели народ туда сюда туда сюда вот мы были в софийском храме в киеве и я постоял и попутно считал грешный человек 700 человек за час зашло и 700 вышло во время богослужения ничего нельзя сделать не сделать к нам приезжали разные священники архимандриты наш устав фотографировали и как но мы у себя это сделаем я знаю чего надо начинать не сделать спрашивать чего начинать я говорю собрать денег нужно это первое сколько вы сами решите чтобы купить большой амбарный замок один замок и повесить на храм это самое первое полностью закрыть его а на надпись сделать как мартин лютер 95 тезисов первое начинается занятие и будет занятие идти почти круглосуточно этих девок которые плясали храме христа спасителя пальцем нельзя было трогать они давай судить они потеряли самое важное доверие народа и сказали гена вера то а что нужно было сделать я переключусь на другое ничего не сделать храм запереть и все на три месяца и три месяца молиться день и ночь перед храмом христа спасителя весь народ россии обратился бы туда а их не трогать пальцем не задевать вонючек этих они посадили они посадили они не садили их но они содействовали этому казаки там и били пороли это ничего не дает там вали кресты спасай россию давай пилить кресты везде по теле визе показывают в интернете руби кресты спасали россию они проигрывают раз за разом как коммунисты почему потому что московская патриархия образована была сталином и берией сорок третьем году сентябре месяца и поэтому они по-другому не могут поступать им лошадь а родная мать родное покрывало я должен это сказать не смогут но сейчас бы истина истина захотел бы патриарх приехал ко мне сюда мы бы его приняли накормили но теперь он опоздал рыба уже не получит конечно но завтра приехал бы и что сказал бы делать этот вопрос филиппа я сказал филипп сярославля задавал вопрос владыка закройте все храмы закройте хотя бы на три недели но молиться пускай будут где-нибудь по домам священники расходятся и потом которые увидят уже начинают люди проображаться откройте по одному запускайте просить рождение свыше торговлю убрать чтобы не во дворе нигде не было торговли не было бритым храм запретить заходить и все кончилось вынуждите самое простое делать кто рукоположен до 30 лет всех этих священников извергнуть извергнуть согласно канонов они не пойдут на это им не надо они привыкли жить беззаконие вы спрашиваете меня я понимаю вам нужен ответ не от меня не от игнать и лапки на что скажет бог и святая церковь православная я на еще прекратить безобразие иметь страх божий родиться свыше и спросить у бога водительства духом святым о чем говорил о стяжании духом святым святой серафим саровский вот это а вот мы сумели у нас такая община у нас полный порядок одетая по форме если вы видели как все постятся люди все платят десятину торговли вообще никакой нет ни одного дня у нас свечи не перепродают их не покупают вот покупает бабушки лют они ставят и по уставу написано даже догореть побегать и погаснуть у нас нету за год восковые свечи именно должны быть чисто натуральные да парфи не должен ничего не милими миллиграмма не должно быть а вот масло в вам платках относительно что обыкновенно растительное или там ну можете взять от оливкового масла купить да никакой не вазелиновое у нас это уставе написано у нас в уставе все прописано когда мы общину регистрировали мы все записали этот устав в краевом отделе юстиции у нас нет торговли вообще никакой да главное когда пришли ну где налоговой инспекции они но вы же православный ну ну а как закрещение горнас бесплатно она побежала другой кабинет свечи просворы я говорю у нас это нет просворы даром а свечи батюшка ставит она побежала ну хоть что-то у вас торгуют я грудь деньги у нас отсутствует нету а им надо взять с нас а с нас ничего нету у нас есть деньги добровольное прожертвование и мы собираем не просто деньги а всегда шестизначная цифра вот приехали с библейского общества горноалтайский переводят библию на этот язык и они потом говорили мы собираем со всей россии деньги то но вы у нас выше на первое место это счета стоит вот почему на дело просвещение народа там переводчики новые компьютеры нужны им они учатся в санкт-петербурге изучает еврейский язык мы сразу подвиглись этому у нас тут булатов алексей владимирович директор библейского сибирского сибирского общества вот так узнали там сгорел храм батюшкин знакомы белоруссии мигом собрали деньги посадили константина юрьевича душенова мы сразу туда человека командировали она едет туда попутно и собрали деньги и все то есть у нас мобильная община мы реагируем абсолютно на все вот и на тихо еще вопрос такой относительно образования в духовных семинариях вы считаете что то есть неправильное в преподавании духовных дисциплин духовных семинариях в чем они закроются во первых я у них на занятиях не был но разговаривая с семинаристами я почти точно не изучают у них много времени уходит на то как правильно кадилом махать что считать служба литургия и почти ничего нету о том как любить христа они этого не знают должно два вопроса только преподавать из поля получить рождение свыше и водительство духом святым а все остальные 50 единиц преподавательских даже войти в это у них этого нету у них учатся не бога бояться архиерея и он души калечит их и вот которая у них там семинария называю волчатник они дикие волки вырастают а священники называются лютыми волками но они не сразу рождаются и в семинарии такими делают зажаренную рыбу во время постах это хищники растут я знал эти ребята были комсомольцы нормальные ребята когда стали учиться в семинарии они как бешеные делаются кидаются на все что кажется мы обыкновенные наши визитки на сайте раздаем они прям кидаются наш союз чтец он им в отцы годится седая борода здоровый мужчина игорь они подходят что-то с ним разговариваешь второй семинарист дай ему в морду ты козел дурак и идут никогда-то в прощенное воскресенье сегодняшний день вместе подходили к архиерею они безумные совершенно стоит священник тут же одобряет они деньги и наши сёстры стоят мы говорю хоть женщин там постыдитесь они не понимают они были нормально пока не учились семинарии они такими делали бесчувственными жестокими семинаре сегодня как дыра в преисподнюю я не говорю не говорю обо всех говорю только то что я здесь видел мы сидели с местным архиереем это был здесь максим дмитриев он сейчас в елецке и у него фотография тут где сидели наш епископ был ну видно я готова ваши отличники до семинариста открываешь волчатник это вы их такими сделали вас нужно сегодня уголовному суду придать вы души испортили вы варваров готовите из них они не могут уважать ни людей ни старших никого мусульмане им башку отрежут сразу я был в мусульманской стране там была драка с русскими но они несутся на нас там догоняют и добежал на меня обернулся и другим кричит аксакал не трогайте с бородой у нас наоборот без бородой так бей его тогда раз он старый сдачи не даст они бьют русских то а меня увидели аксакалы мимо побежали за другими я не спрашиваю правильно неправильно но они меня пальцем не тронули аксакал все это уже как пароль наши ничего этого не понимают священники которые готовят они учатся только одно как угождать архиерею и главная болезнь страны трусость и корысть а у священников корысть и трусость трусость и корысть трижды больная моя церковь этим это красно плеветин говорил шесть сроков отсидел за эти слова ну вот еще заметил священнослужителя такую как бы не знаю проблему нерешенность какую-то вот всегда вот говорят только вот ходи в храм там причащайся молись там домашние молитвы и какой и будет изучать изучение слова божьего как такого общения вот сколько известно которые часто причащаются вот это не готовы это они бесноватые они совершенно лишены разума натуральное беснование у них идет златоуз говорит два раза самое может больше четыре раза главное ты должен быть готовый они об этом нисколько не заботятся я уж выставляю материалы святых отцов ничего не действует а почему потому что через это он играет не боюсь слушаться не допущу и под забором сдохнешь они играют причастием они не за грех отлучают а за угодно священнику причащаются такие люди которых в храм нельзя запускать но это тоже ведь неправильно когда на при этом с улицы только человек зашел ему сразу лужицу с причастием в рот ну уже вписываешь почему этого нету у нас нет этого у нас начинается служба в ограду ворота закрыта один часовой люди к себе зовут а мы к себе не запускаем у нас тут община сколько уже 23 года так и у нас ни одного человека мы к себе не звали у нас запрещено звать и которые обращаются мы всех всех до единого направляем храма московской патриархии так никто не работает мы работаем на патриархию чтобы она была другой это нельзя так жить как мы живем мы уменьшаемся но который человек уже нас услышал вы приехали а я хотел бы быть мы разрешаем прийти к нам один раз ты посмотрел я хотел бы к вам ходить мы давай сразу условия ставим мы тебя не не зовем но только если ты будешь ходить ходи но если тебя не будет два-три воскресенье ты должен дать отчет ты скажешь а я в этот день ходил воскресенье у мусульман уже все мы тебя не трогаем а я был там у кого-то у баптистов мы тебя не трогаем чтобы ты только был перед богом а вот скажет я никуда не пойду хочу к вам ходить мы ему разрешаем я хочу быть членом тогда пишет заявление ему даются два поручителя а сколько две беседы провести с ним надо у нас 500 часов разница есть ну да это вообще можно сказать образование как бы вот получают начальное богословское там или еще какой то может за это время спокойно получить у нас человек пошел московскую патриархию женился там семинарию он готов и откуда но я на занятия к лапкину ходил у они его сразу на третий курс на третий курс на третий курс сразу поставили значит подготовили это я говорю со слов и почему священник ввел занятия здесь очень известный михаил капранов он даже узником был спортовской группы и вот вопрос не могут никто ответить так и одна руку нашу поделал ответил этого не из группы лапки надо вот как надо учить людей это то есть на любой вопрос отвечают он не расположен к нам на тут он похвалил перед всеми как раз знаменском монастыре это было они видят это другой уровень а у них кухонный закон божий закон божий каждый год а мы за программа четыре с половиной пять лет проходим полностью по святым отцам толкования нового завета попутно каноны проходим противо сектантская и песня песней я как-то сказал я вел занятия и перед каждым занятием мы поем царю небесную утешителю ну да призвание этого я даю объяснение это минут 20 я провел объясняю эту молитву 60 занятий до впечатляют много действительно это все взято в этой молитве столь она глубока а сейчас а где-то молитва записано где-то на записывали на этих кассетные магнитофоны надо переписать пожалуйста мне некогда думать об этом я каждый день работа вы у меня сегодня уже не первый а вот по поводу еще исповеди можно вопрос вот это правильно когда вот это ведь на неправильное отклонение от нормы церковной является когда вот священник исповедует всеобщей исповедь то есть просто пришел человек с улицы было буквально говоря зашел ему не петрахили на голову разрешительную молитву и до свидания там причастию это ведь неправильно как вы считаете должна быть личная исповедь я понял я понял едини как бы со священником я ошибусь только незначительно восьмой или девятый том настольная книга священнослужителя там приводятся слова серафима щищагина санкт-петербургского митрополита расстрелянного он канонизированный теперь и он говорит вот общая исповедь ссылается на я на кронштадтского мы мы не знаем что может быть смотрит теперь и там скорбит и плащет какой повод дал может он имел такое дерзновение мы не знаем но не знает этого и церковь каждый часто исповедуется а как общее общее когда известны все и было может быть было в первоапостольской церкви сегодня это вообще нигде не должно практиковаться и с улицы вот женщина приходит с улицы она к причастию она я знаю сделала не абортов пять один набор 10 лет 10 лет она должна плакать 10 лет до причастия не допускается второе правило василия великого я не придумаю ничего эта книга правил а исповедуется как батюшки говорит а рядом прям на расстоянии полметра стоят и слышат у нас в отдельной комнате а в это время в другой комнате все остальные считают каноны вслух никто ничего не слышит закрыта дверь наедине это тайная на тайной называется по поводу приходу например человек не изменяется просто приходит неоднократно повторяет те же самые грехи как бы и то же самое это посмеяние почему так происходит именно человек этого не должно быть вопрос еще какой ноту вопрос относительно вот венчают но третий раз там второй раз венчание это как вот на это смотрит уже если выйдет называется прелюбоделиться и также и он даже а есть причина пресса там тебе если например супруга например изменяет примеру мы еще не жена может развестись но оставаться до смерти 1 макова не умрет при живом мужа выйдет замуж все при живом есть правило такое он был на фронте потерялся но они знают известий нету безвестий пропавший церковь установила насколько какими там какими годами даже скабаринович не может объяснить профессор то но установлено семь лет семь лет если не было известия церковь даете разрешение выйти замуж а теперь оказалось что он на восьмой год явился вдруг из плена явился а вот это есть такая книга арсест арсений и там про такого матфея говорится он приходит домой после гулага то а там другой муж и он конечно он повернулся вышел и бы стал священником видимо монашество принял сейчас не помню но эта книга литературное произведение не 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 из жизни взята но пример взят и так бывает так сейчас принимает поженились она сошла с ума ее сумасшедшим доме держат ему можно жениться притом безнадежно врачи дают справку она живая нельзя нельзя от джейнер как раз показывает фильме от вещам а сегодня дают разрешение ты можешь жениться но никакого отношения к церкви это не имеет отпадаешь от церкви женись хоть сто раз ты может быть просто просто услышал но многие говорят там варит вот три раза разрешается по немощи человеческой там силу каких-то человеческих то есть дисфункции организма то есть человек не терпит нет 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 не так допустим поженились и она погибла ему разрешается жениться разрешается но на его свадьбе домой к нему священник не имеет права приходить есть сегодня помещали и сразу отвечает на два года именно действительно первое венчание до получаются силе и второе у нас уже не надевается потому что он уже так а сегодня это все делается ради невесты ну тут на разные исключения но я говорю по высшей шкале как есть и вторая жена у него тоже внезапно погибла на самолете летела и там взрыв произошел и она погибла ему разрешается третий раз жениться он женится и сразу отлучается на пять лет так это незаконно тебе зачем рассуждать закону надо иди в миру женись а четвертого брака нет а ивана грозного 5 раз вещает или 6 раз это тоже беззаконие вот все ответы при живом написано вот это держи при живом и больше тебе ничего не надо она изменяет ты имеешь право развестись право имеешь но имеешь право и не разводиться можешь просить ее у нас так на из встречалась знакомая знаю тоже нужно одета там впала в грех но он его носил просил живут час нормально и новые ребятишки народились и все ничего нету я знаю при том ни один случай такой вот так другого выхода нету а если бы он его прогнал он имеет право это сделать но только оставаться один вот и все вот допустим диакона посадили посадили она не дождалась вышла замуж я конкретно могу назвать русак владимир московская патриархия он вернулся и она к нему пришла и он ее принял но раз принял сам с него сразу снимается он имеет право принять это его жена но сана он уже никогда не получит он теперь беренин обыкновенный володя все ну что еще может на следующий раз это многовато на один раз будет срочно спасибо крестом не раньше через две недели заранее только по skype у дадите знать что вы пришли а в мэру будем переписываться я вам буду говорить как дело приближается 12 июля у нас крещение мы маршруту вам выпишем все с собой братья ну я уже сказал что шить белый халат да туда обязательно так все вы крещаете до свидания культурно попросились skype то я решил вас принять а то бывает начинает хамить оговариваться я сразу закрываю черный ход они больше ко мне не получается я не разговариваю больше 200 человек я уже закрыл верующий не спорит он возвещает и спорит то ничего не знает запомни это а если я знаю истину мне зачем спорить я вам сказала вы не поверили но я не ответствен просите у бога веры в это потом и мы стоим вы посмотрите свой ролик хорошо священников пригласите скажите что было неправильно сказано и запишите по канонам во свете библии они по самоду самодурству все отошел до свидания до свидания с богом молодец